всем привет сегодня мы будем готовить это из рубрики гости на пороге в общем история такая на днях я решила приготовить тот самый сухой яблочный пирог из простого теста там тесто это мука чуть-чуть растительного масла соль вода вот такое тесто но когда я его сделала и раскатала то решила сделать штрудели сделайте штрудели показал девочкам фотографии мы попробовали необыкновенно вкусные и тесто получилось просто необыкновенно хорошо вот поэтому я решила из остатков теста еще раз сделать эти штрудели поделиться с вами рецептом показать как это сделать все очень просто быстро вкусно необыкновенно значит смотрите у меня здесь осталось тесто 260 грамм я взвесила зачем-то так два яблока нужно будет почистить и порезать мелким кубиком здесь у меня грецкий орех можете любые орехи примерно 6-7 штучек у меня орехи я подсушила на сковородке можете в духовке это сделать но сделать это обязательно вкус будет вот совершенно другой вот такая горсточка у меня здесь клюква яблоки у меня достаточно сладкие поэтому я клюкву буду использовать можете использовать изюм это мука из миндаля то есть перемолотый миндаль так и приправы какие мы будем использовать я буду использовать корицу совсем чуть-чуть и очень очень мало я буду использовать мускатный орех молотый ну еще возьму пару ложек сахара присыпать яблоки вот так вот для вкуса так что делаем яблоки чистим орехи измельчаем ножом эти я тоже порежу потому что они достаточно крупные и сейчас будем раскатывать тесто тесто как раскатывать я покажу яблоки порезала вот так орехи порубила эти тоже клюкву порезала отставляем пока в сторону сейчас будем раскатывать тесто вот я еще в прошлый раз тесто раскатывала и узнать как делают слоеное тесто то есть раскатываете тонко с вас складываете конвертиком еще раз вот так я сделала три раза складывалась и все и теперь припыляем мукой и раскатываем очень очень тонко если вы не можете сразу раскатать большой большой кусок теста разделите его на два нужно раскатать такой в общем то прямоугольник если получится ну скорее всего у меня получится такой овал толщина это очень тонко вот я сейчас раскатаю я вам покажу прям очень-очень я еще руками может быть вытянула но в общем должно быть очень очень тонко кто-то умеет раскатывать накатывать на скалку я вот так раскатываю вот я не знаю видно не видно тесто еще руками вот так вот я его растяну чем тоньше будет ваше тесто тем удачнее будет ваш штрудель где-то меня тут может быть порвется в одном месте ничего страшного это все завернется рулетом тесто посмотреть очень пластичное не прилипает особенно на края обратите внимание чтобы они не были толстые в общем вот так тесто готово так тесто я раскатала где-то порвалось где-то дырочки ничего страшного так теперь в яблоки нужно насыпать корицу я вот буквально пол чайной ложечки и на кончике ножа мускатный орех вот сейчас я вам покажу вот даже это много вот столичка видно вот так вот на яблоки перемешиваем все и теперь можете сразу всю начинку перемешать и выкладывать но мне удобнее сначала яблоки ровным слоем вот по всей поверхности так вот как видите яблок не так много получилось и поэтому я порезал еще одно яблоко и добавлю вот лёша переживает что она не посыпана там корицы ничего страшно все все вкусы смешается тоже будет рулет поэтому не волнуйтесь все будет хорошо вот один край вы немножко его отступить сантиметров пять вот так и вот так вот распределили вот такое количество яблок должно быть так теперь теперь все по как вы там на порезали что у изюм клюква что вы сделали тоже смотрите чтобы вот клюква попала везде и орехи теперь даже не теперь а до тугу миндальная мука миндальная мука она впитает лишнюю влагу и она придаст такую сливочность здесь я примерно вот добавила две столовые ложки присыпаем сахаром примерно у меня уйдет 2 2 с половиной ложки сахара и дальше мы будем сворачивать рулет аккуратненько заворачиваем и не торопясь равномерно вот так конечно если вы будете делать первый раз сделайте маленький рулетик два маленьких я просто один большой я сейчас его разделю на 2 вот так вот так все вот этот шов должен быть внизу немножко вот так вот придавливаем вы сверху можете смазать желток с молоком смешать можете сладкой такой так теперь форма значит у меня уже готова я застелила ее пергаментом к форме она не прилипает но будет вытекать может быть начинка там сахар немножко будет пригорать поэтому застелите чем-нибудь и я разделю на три рулета примерно аккуратно еще начинки много и еще так теперь я смажу у меня здесь раз у меня здесь растворенный сахар и и вот каждый рулет смажьте обязательно это придаст такую красоту они будут такие румяные красивые есть кисточка кисточка замечательно у меня вот знаете вот такая салфеточка и я сделаю еще вот надрезы можете делать можете не делать вот такие духовку у меня заранее разогрета 180 градусов ставим на 35-40 минут вот такую хурму мы посадили вот посадили мы ее 15 февраля и раз в две недели мы будем показывать как растет хурма я думаю что многие не знают как как это вообще происходит вот такие уже через месяц вот такие листочки рулеты испеклись ушло у меня на это 40 минут перекладываем на решетку и даем остыть полностью и тогда уже нарезаем наслаждаемся с чашечкой чая всем приятного аппетита хорошего настроения пока